Есть что-то такое за последние, ну, я не знаю, может, 5-10 лет что-то происходило, что вызывало вот у вас гордость в стране? Ну, даже не знаю. Ничего такого не припоминаю. Швейцария занимает первое место в мире по развитию инноваций. Япония известна на весь мир высокоскоростными поездами Синкансен и робототехникой. Система образования Финляндии занимает первое место по показателю уровня знаний учащихся. Все эти страны ведут себя скромно и с достоинством. И только Россия, страна больших просторов и ничтожных возможностей, как пьяный гопник, постоянно всем угрожает и хамит. А когда входит в раж, вытаскивает из кармана растянутых треников ядерный козырь. Все, что мы делаем, это правильно. Вообще все? Все. Но, что интересно, при отсутствии хоть каких-то реальных достижений, ура патриотов на России, хоть отбавляй. Русские очень гордятся чем-то, только толком не могут объяснить, чем именно. Всеми нашими победами, что мы сделали хорошо для этого мира. Владимира Владимировича, молюсь за него, чтобы у него все было хорошо. Молиться за президента при пенсии в 250 долларов смахивает на сектантскую жертвенность. За почти 20 лет правления Путина на России, несмотря на стабильный поток нефтедолларов, простой люд только нищал. А с началом полномасштабной войны против Украины и подавно. Статистика неумолима. Сегодня за чертой бедности живет каждый седьмой россиянин. Местные руководители гордятся тем, что они на реке Волхов, например, сбили кладку, с которой очень удобно стирать белье. Нет централизованного водоснабжения, нет централизованной канализации, нет газа, нет дорог. Вот эти русские оккупанты, которые пришли на Киевщину, они удивлялись, что в селах асфальт и тротуары в селах, и освещенные улицы. Это для них был шок. Когда начинаешь анализировать доходы россиян, то города-миллионники – это один уровень, а вся глубинная Россия, если живет на 200 долларов в месяц, так это считается совсем неплохо. Инфраструктура российских городов, удаленных от Москвы всего на 50 километров, заставляет поверить возможность путешествий в далекое отсталое прошлое. Лет на сто назад, когда о воде и газоснабжении даже не слышали. На России все очень гордятся, даже хорохорятся легендарным российским газом. Это у них прямо-таки национальное достояние, которое в огромных объемах продают за рубеж. При этом обеспечить газом самих россиян – задача непосильная. Тем временем, перед покосившимися домами, в российских провинциальных городах, красуются кладки дров, а как еще отапливать на великой-то России прикажете? Нам нужен прорыв. И такой прорыв по российским меркам осуществили власти Калининградской области. Там люди, наконец-то, в 21 веке получили доступ к природному газу. По этому случаю в город с красноречивым названием «Советск» прибыл губернатор, несколько чиновников и даже певица. В церемонии пуска газа и зажжения огня принимает участие губернатор Калининградской области Алекханов Антон Андреевич, заместитель председателя правительства Калининградской области Ральбинов Александр Семенович. Сочетушки ядреные, красивые грусть, красивыми кленами. Такому ли прорыву России должен завидовать весь цивилизованный мир? Вопрос такой, вы гордитесь Россией? Дайте я промолчу. В Удмуртии тоже недавно отметили праздник очередного технологического прорыва, а именно окончание ремонта грунтовых дорог. Праздновали, как положено, с мэром и красной ленточкой, поистине достойной для великой страны события. Но если дороги выглядят так после ремонта, страшно даже представить их состояние до. Что-то все-таки происходит хорошее. Главным инструментом, который Россия унаследовала от Советского Союза, остается авторитарная идеология. Такому стилю правления не нужны индивидуалисты с, не дай бог, собственным мнением. Те россияне, которые что-то из себя представляли, поспешили бежать за границу. Поначалу их особо не держали под железным занавесом. Ведь вдумающих и успешных Путин видел не ресурс для развития будущего России, а угрозу для своей авторитарной бандитской власти. Государство Путина, оно так старалось повторить Советский Союз, что в принципе действительно открыло шлюзы для того, чтобы талантливые и умные люди своим критическим мышлением не поддавали сомнению правильность избранного пути. И художники или писатели российские, они же продвинулись без участия государства. Талантливые россияне, они сами продвинулись и сами оставили Россию и уехали. Они не держатся за кусок российской территории вообще. Талантливые программисты уехали, талантливые инженеры уехали, талантливые ученые. А те, кто остались, никогда не посмеют осуждать российскую власть, какой бы преступной она ни была. Даже если им приходится стирать в тазиках и, простите, в туалет ходить на ведро. А газопровод в жилом доме остается голубой, как газ мечтой. Чтобы оправдать свою нищету и бездействие, россиянам удобно верить наглому вранью кремлевских пропагандистов. Будто Россия – мировая суперсила, а не покосившийся сарай с колючей проволокой. Главное – терпеть и не высовываться. Надо потерпеть, но зато мы в космос летаем. Да, надо потерпеть, потому что у нас спортсмены лучше. Но то, что втюхивало власть простому гражданину вместо куска хлеба, это было всегда идеологически, может быть, выверенным, но это было всегда раздражителем для простого гражданина. Он разочаровывался еще больше и уходил в тупой алкоголизм. Агрессивная захватническая внешняя и бездарная антисоциальная внутренняя политика Путина отразились на всех сферах жизни россиян. Например, космос до недавнего времени оставался одной из немногих технологических отраслей России. А главное – сфера, где РФ пыталась развивать хоть какое-то международное сотрудничество. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Запад приостановил участие Роскосмоса во всех международных космических программах. А тут еще и кремлевская пропаганда ударила в голову трем российским космонавтам на МКС. И те сфотографировались с куском помятой тканей, которую в непризнанных никем так называемых ЛДНР называют флагом. Нелепое позирование с террористической символикой сразу же осудили в НАСА. И сотрудничество России с американским космическим агентством засосало в черную дыру. НАСА решительно порицает Россию за использование Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне несовместимо с основной функцией станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях. Пресс-секретарь НАСА Джеки Магинес. Преступления России против человечности, которые с 24 февраля регулярно совершаются в Украине, взволновали и мировой спорт. На последней Олимпиаде в Пекине российским спортсменам было запрещено использовать флаг страны-агрессора как часть санкций за вторжение России на Донбасс и оккупацию Крыма. А после полномасштабного вторжения в Украину российских спортсменов вообще дисквалифицировали во всех профильных федерациях. На Олимпиаду 2024 российские спортсмены теперь смотрят как лиса на виноград. Другими словами, участие в ней им не светит. Кажется, лидеры мирового сообщества все-таки хорошо учили историю в школе. И вторая Олимпиада со свастиками, как в 1936-м, не допустят. Еще одной излюбленной темой кремлевских пропагандистов во все времена был пресловутый «Оборонпром». Милитаристским апогеем на России каждый год становится парад победобесия 9 мая, на который выпускают якобы все самое лучшее из военных складов. И никого не смущает, что некоторые экземпляры вроде САУ «Коалиция» даже не поставлены на массовое производство, а танк Т-14 «Армата» — тот самый, который заглох на Красной площади, вообще существует в единственном экземпляре. Кстати, с этим танком Россия приняла участие в крупнейшей мировой выставке вооружения в Дубае — «Айдекс-2021». Представлены самые современные образцы вооружения. И, конечно же, самая внушительная экспозиция у российской делегации — вот стенд «Росаворонэкспорт». Танк «Армата», конечно, привлекает самое большое внимание. Тогда российская экспозиция не могла не вызвать любопытства участника выставки. Ведь заявленная модель мощнейшего танка оказалась в буквальном смысле картонной. В этом вся Россия. Громко и внушительно рассказывать об очередной гордости на импорт, а на деле — пшик. Недаром в полномасштабной войне России против Украины кремлёвские отряды смертников отгребают и на суше. И в море. При полном отсутствии реальных достижений Россия всё-таки не покидает отчаянных попыток вызвать у мира хоть какое-то подобие, если не уважение, то хотя бы страха. Для этого периодически достаёт из засаленных карманов последний козырь — ядерное оружие. Путин со своей ядерной кнопкой в глазах всего цивилизованного мира, как мартышка с гранатой, вызывает лишь желание вакцинировать от бешенства и посадить в клетку. Но даже теоретическая возможность бахнуть ядерным оружием всё-таки будоражит российских обывателей. Свойнём и спрашивать не будем. Очевидно, они не совсем понимают масштабы проблемы. Ведь в случае применения России оружием массового поражения, страны НАТО непременно нанесут ответный удар. Очень точный и мощный. То есть нарушение России ядерного табу в первую очередь поставит под угрозу самих россиян. Ядерная дубинка — шантаж до определённого момента. Потом этот шантаж проедается. Путин уже этой дубинкой так замахал всех, что на неё никто не реагирует, потому что все прекрасно понимают, что от этой дубинки будет хуже Путину, чем целому миру. В Кремле пора бы понять. Хватит пугать других. Пришло время замаливать собственные грехи. Ведь единственное, чего добился Путин за 20 лет своего бездарного правления, загнал Россию в международный позор, изоляцию, унижение и нищету. Но кремлёвская пропаганда не унимается, возлагая вину за все беды России, то на мифических украинских бендеровцев, то на прогнивший Запад. Тем временем способность нести личную ответственность у россиян атрофировалась как ненужный рудимент, как и способность к труду и созиданию. А без этих навыков в современном мире о прорывах остаётся только мечтать.